Десятки тонн мёртвой рыбы вдоль побережья Хаджибейского лимана и ужасный запах, который уже несколько дней мешает спать местным жителям. Люди считают, что причина мора кроется в выбросе канализационных отходов. Также нам сообщили, что 25 лет назад на дне лимана захоронили дуст. За эти годы контейнеры могли прийти в негодность. Каждый говорит по-разному. Салтестова дуст пошёл, и вот рыба поздыхала. Пару дней назад ещё люди плавали, купались, отдыхали, нормально было. Сейчас, видите, воняет по всему Нерубайскому, по всему Нати. Что ты сделаешь? В машине реально нельзя проехать. Он ездил в город, нельзя реально проехать, потому что в машине реально вонище такое. Такую рыбу не хотят есть даже чайки. Неприятный запах от Хаджибейского лимана ветром разносится на много километров. Рыбаки рассказывают, что в это время года всегда много дохлой рыбы на поверхности. Но в этом году ситуация вышла из-под контроля. Выброс какой-то сделали. Даже без понятия. Я, в принципе, каждый день тут катаюсь. Но такого я ещё ни разу не видел, если честно. Зацвёл лиман, когда кислород весь поглощён цветущей водорослью. А второе тоже под эту марку что-то сбросили. Потому что вообще эта рыба очень живучая. Бычки быстро погибают, они придонные. А это поверхность. Пеленгаз. Пеленгаз можно называть по-настоящему вообще очистителем водоёмов. И он не так чувствительный к обычным естественным загрязнителям. Экологи рассказали о том, что причина может быть связана с обильными выбросами со станции биологической очистки. Из-за гниения отходов рыбе не хватает кислорода. В особо жаркие периоды, которые мы сейчас наблюдаем, температура воды резко увеличивается до 28-30 и выше градусов. Так как в этой воде содержится огромное количество биогенных веществ, а в Хаджибиевском лимане их максимальное, в связи с тем, что туда сбрасываются очищенные воды с СБО Северное, то идёт очень бурное развитие простейших микроорганизмов, которые, отмирая, выпадают на дно и начинается гниение. В процессе гниения отбирается кислород у воды. Какая может быть экология, если рыба духнет? Я так понимаю, что здесь рыбсовхоз должен быть какой-то и должен следить за всем этим. Значит, не принимается в это кислород. Вообще, в последнее время, где-то лет, наверное, 7, может быть, 10 лет, до Хаджибейский лиман вообще всё хуже, хуже, хуже. Если я помню, рассказывали мне ещё, здесь и камбалу ловили, да я сам здесь и ловил карася, окунь, судак, то сейчас даже не сажу на рыбалку. По словам экологов, чтобы бороться с мором рыбы, необходимо соблюдать природоохранное законодательство и нужно остановить сброс стока в лиманы. Дмитрий Богомолов, Анастасия Левкович, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.